Приветствую вас, как я понял, вопросов у вас два. Значит, первый вопрос это, почему вашего молодого человека, мама, начала вам бесстать активно? И второй вопрос это, как вам его отпустить, вы не можете этого сделать. Ответ у нас, здравствуйте, у нас. Значит, первый вопрос, который вы задаете. Про его мама. Вама пишет вам, потому что понимает ваше значение для своего сына. Она понимает, что вы лучший вариант для него. Она понимает, что вы хорошо к нему относились. То есть она понимает, что вы его любили и любите, что ему повезло с вами. И поэтому пытается приобщить вас к нему. То есть, по сути, по сути дела, развернуть вас. Развернуть вас к нему. И, в принципе, чтобы вы как раз были с ним. Чтобы вы с ним взаимодействовали. Чтобы вы его не забывали. Хорошо это или плохо решать не нам. И мама делает то, что считает нужным. Считает нужным вам писать. Считает необходимым, чтобы вы как-то взаимодействовали с ее сыном. Это ее право. Вам здесь нужно думать только о себе и не позволять кому-либо, значит, как-то собой манипулировать. Хотя и проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы уже это делали, вы уже это позволяли, на мой взгляд, это является самой большой проблемой для вас. То, что вы позволяли себе действовать вот подобным образом. То есть, вы позволяли и его жене, и его супруге, вы позволяли как-то управлять вами. И ему вы, по сути, тоже позволяли управлять собой опять. И вот это все не есть хорошо. Вот это все не есть правильно. Именно в вашем контексте, потому что вы себя принижали. Обесценивали. И мы постепенно переходим к вашему второму вопросу. Как его отпустить? Как отпустить мужчину? Ведь вы столько времени в него вложили, столько сил обратили и так далее. А давайте мы здесь с вами вот сразу определим так, что сама постановка вопроса, которую вы ставите, то есть постановка вопроса такая. Я много сил потратила на него, я много времени потратила на него и так далее. Вот. Значит, что мне теперь делать? И так далее. Эта постановка вопроса неверна. Поясню почему. Отношения ваши, да и любые отношения, это не инвестиция. И если вы что-то делали для своего мужчины, то вы делали это для него, потому что хотели. Вам, человек, в ответ, не то не было ничего. Он говорил, что вот для меня важно, там, чтобы, ну, чтобы ты как-то взаимодействовала с моей бывшей женой, как я понял, с ребенком, да, и так далее. Но вопрос, который я хотел вам задать. А почему ему было так это важно? Зачем ему это было? Для чего ему это было? Почему вы соглашались на то, чтобы выполнять его желание? Зачем вы это делали? Что вас заставляло это делать? Вот это, пожалуй, один из самых важных вопросов. Что заставляло вас это делать? Очень это важный вопрос, о котором вам стоит подумать. Вы включили здоровый пофигизм, ну, вы так сами написали, что включили здоровый пофигизм и так далее. Вот. Но при этом оказывается, что вы ждали некой обратной смерти. У вас были ожидания. И это самая большая ошибка. Все ваши ожидания, они находят кульминацию, так сказать, они находят кульминацию в... В... Все ваши ожидания находят кульминацию в желании статуса. То есть вам хотелось именно статуса. вот и давайте мы с вами определим для чего вам статус заговорить я хотел остаться для чего вам этот был статус нужен получается что то что вы делали все что вы делали это было сделано для статуса для получения статуса понимаете а для чего вам статус что вы должны были по вашему мнению от него получить от статуса я имею ввиду что вы должны были получить подумайте и строили ли вы отношения ради человека делали ли вы что-то ради него или делали это все ради себя то есть вот тоже нужно чтобы вы постарались для себя определить вот этот вот этот вот момент на мой взгляд он очень важный этот момент потому что без него довольно сложно будет вам отпустить этого человека чтобы человека отпустить нужно понять вашу потребность потребность у вас вполне ясна на мой взгляд это потребность в статусе это потребность может быть в чем-то еще я здесь пока не берусь судить но тем не менее это потребность и именно ее вы пытаетесь удовлетворить и вот я хочу чтобы вы подумали для себя что стоит за этой потребностью что за ней стоит какие за ней стоят желания что по вашему мнению еще раз повторяю еще раз повторяю что по вашему мнению должна предоставить должен предоставить вам этот самый статус вот именно поняв этот момент вы сможете этого добиться самостоятельно сможете переориентировать значит свое отношение к мужчинам вообще на мой взгляд все значит такого вот такого вот жественого угорливого на равноправное партнерской ведь смотрите что вы делали когда вы не с ним вы делали то что стремились ему угодить вы говорите вы говорите я ударилась в быт я старалась все для него сделать я старалась наладить отношения с его бывшей женой и ребенком которая все время требовала от меня чего-то почему вы это делали потому что так было нужно вашему молодому человеку для него это было важно а что было важно для вас что было важно для вас и что заставляло вас так себя вести вот именно об этих моментах я и хочу чтобы вы как следует подумали потому что эти моменты очень важны в вашем тексте в вашем тексте идет позиция жертвы в вашем тексте идет позиция подчиненного позиция ведомого но при этом вы сами для себя хотите чего-то хотите хотите статусы и так далее вот нужно понять что вы это делали все вот это вот ради мужчин по какой причине по какой причине вы шерпывали своими интересами ради него и отдавали то чего у вас было в избытке по сути то что вы сейчас испытываете можно назвать обустошением вычискиваете обустошение потому что очень долгое время жертвовали тем чего у вас было в дефиците вот именно по этой причине по причине того что вы шерпывали этим и имеются у вас проблемы на сегодняшний день на сегодняшний момент и именно так как эти проблемы и нужно решать в какой последовательности на этом я думаю можно закончить мой ответ надеюсь что он вам понравился суммируя все еще сказанное мне бы хотелось сделать вывод что вы не можете опустить из-за твоих потребностей которые нужно определить суммируя все сказанное можно заключить что у вас была неправильная позиция в отношениях которые нужно выделять определять и корректировать так что вполне вероятно что вам нужно немножечко видоизменить свою модель женского поведения в отношениях и более четко представлять себе какой мужчина вам нужен потому что то что он вас обещанил и то что вы видели какие у него проблемы с женой и все равно как бы приняли его а теперь теперь получается что ну вроде как вроде как вы не ожидали от него подобного вот это является высшей степени высшей степени наивным потому что если мужчина разводится своей женой со скандалами там с руганью и прочим прочим это определенная черта его личности это определенный элемент его поведения и этот элемент поведения его нельзя так просто взять забыть его нужно обязательно учитывать вот этого вы к сожалению не делали и отсюда у вас я подозреваю именно отсюда у вас и проблемы для того что вы просто не оседали на этом все если у вас остались вопросы пишите в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи спасибо 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 спасибо